Вчера в Ижевске Путин приехал посмотреть своими глазами те бараки, которые им показали на прямой линии. Напомним, что жительница Ижевска пожаловалась на свой аварийный дом, который будут расселять только в 2029 году. Вот так вот выглядит это так называемое жилье. Кстати, нужно сказать, что по всей стране миллионы людей проживают в таких условиях. При этом никто не собирается эти дома реновировать или сносить, как в Москве, абсолютно стабильные, хорошие и крепкие дома. А тут вот такая история. На прямой линии президент сказал, я к вам заеду, посмотрим, ну и там поговорим лично. Главу государства Анастасия встречала не одна, а с сестрой и с детьми. Все они шестером проживают в одной комнате. И еще у них трехметровая кухня. Водопровод жители провели за свой счет 21 век, а газа до сих пор нет. Кроме того, насквозь прогнила деревянная лестница. У Анастасии был как раз день рождения, и президент подарил ей цветы и поездку в Сочи для всей семьи. Подарок простой, но хороший, скромно сказал Владимир Владимирович. В свою очередь женщина сказала, что главный ее подарок – это он, визит президента. Владимир Путин, увидев все своими глазами, поручил главе Удмуртии Александру Бричалову до конца года переселить аж 11 семей, в том числе и семью счастливчиков Ватенцовых. Обещал помочь средствами из резервного фонда, ни меньше, ни больше. Вот для того, чтобы сносить хрущевки в Москве, они выделяют средства из городского бюджета. Немало, немного – триллионы рублей. А для того, чтобы переселить людей в какой-то Удмуртии из бараков, берут средства из резервного фонда. Уже в самом названии резервного фонда стоит смысл его создания. То есть это фонд, который создан на случай крайней необходимости в денежных средствах. Ну, например, на случай кризиса выплачивать пенсии, пособия инвалидам и прочие крайние меры. К резервному фонду обращаются крайне редко. Именно потому, что это та самая коробочка, из которой стараются вытаскивать средства в самый последний момент. Так вот, программа реновации в Москве, предложенная, кстати, лично Владимиром Путиным, финансируется напрямую из государственного бюджета. То есть еще хорошие добротные дома будут сносить в элитных районах для того, чтобы там же построить более высокие дома и, соответственно, большую жилую площадь продать всем желающим, кто хочет переселиться в Москву. То есть утрабовать в Москву еще больше. А вот для того, чтобы сносить ветхое жилье, которое действительно нуждается в том, чтобы его снесли, для этого нет денег из государственного бюджета. Для этого вытаскивают деньги из резервного фонда. Почувствуйте разницу. Но самое смешное в этой ситуации даже не это, а то, что во время этой рабочей поездки местным жителям развесили следующие объявления, где их предупредили в целях личной безопасности зашторивать и не открывать окна. Ни в коем случае, повторяю, ни в коем случае не выглядывать на улицу и не выходить на балконы. Объявления, расклеенные на дома, теперь публикуются в социальных сетях. Вот что особенно интересно. Просим вас в целях личной безопасности и безопасности ваших детей 27.06.2017 зашторить и не открывать окна. Ни в коем случае не выглядывать из окон и воздержаться от выхода на балконы. Если вы оказались на улице рядом с кортежем объекта государственной охраны, просим не затруднять проезд, не фотографировать, не кричать, не жестикулировать и не двигаться. Вот так Солнцеликий объезжает свое царство.